График напряженный, день расписан по минутам. Семинары, лекции, практические занятия. Снежана студентка, она учится в колледже. Ездит в Москву, каждый день придерживается молодежного стиля в одежде. Я учусь на режиссера игрового кино. Я предпочитаю одежду удобную, спортивную, потому что очень часто бывают незапланированные съемки. Нужно быстро куда-то поехать, чувствовать себя везде комфортно, везде как дома. Широкие штаны и рубашки, объемные пуховики оверсайз, смешение стилей. Как человек творческий, она любит экспериментировать в одежде. О платьях и не думает, но даже в таком неформальном гардеробе обязательно должно быть маленькое черное платье, считают стилисты. К ее стилю я не хочу нарушать никогда личные, как говорится, свои ценности, которые есть у человека. И предлагаю только, наоборот, как-то показать внутреннее состояние через внешнее проявление, через внешнюю одежду, какие-то аксессуары и так далее. Так называемый стиль гранж – самый популярный среди молодежи. Рокерские элементы, черный цвет, микс несовместимых тканей, помятость в одежде. Бунтарский, эпатажный, протестующий против гламура. Я хочу предложить маленькое черное платье с бахромой, с элементом вот такого замка. И чтобы красиво смотрелось на сочетании белого-черного, одеть вместо темной футболки светлую футболку. Бахрома создает объемы движения металлический замок, прямой отсыл готическому стилю. Таким образом, это необычное платье не только сохранило стилистику Снежаны, но и придало ее образу особый шарм. У нас с тобой не нарушился твой стиль. То есть остались футболка и джинсы, которые очень удобны и комфортно носить, и в институты везде. В то же время мы добавили такую небольшую деталь – вот это платье-жилет. Так один элемент полностью обновил образ и придал весеннее настроение. Подробности необычной истории маленького черного платья, его трансформации и актуальности в наши дни вы можете узнать, посмотрев на ОТВ новую креативную программу про моду. Полина Бахова, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.